Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 27 ноября 2018 года, и я нахожусь на набережной. И сейчас я немножечко покажу вам осенний Анапы. Снимаю без стабилизатора, с руки. Анапа уже к Новому году принаряжается. Вот здесь вот я вижу у санатория старинная Анапа очень красивые сделаны инсталляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В Анапе ожидается похолодание. Вчера везде на сайтах и смс-ками рассылали, что ожидается понижение температуры до минус 12 градусов. И это все будет вот с 27 по 30. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер сильный и дождь. Ну, не знаю, как на самом деле. Посмотрим. В Анапе всякое бывает, конечно. Ну, похолодание до 12 градусов, это, конечно, все сильно. Вот. Но самое главное в Анапе то, что... Ну, будет похолодание, да. Но всегда есть надежда, что... Что вновь наступит тепло. И солнце будет радовать нас. А сейчас вот я смотрю на порт. И, конечно, вижу вдали, вот там в море, в бухте как-то вода спокойная. А там вот, где открытое море, там я вижу достаточно сильное волнение. И барашки белые над волнами. Чайки вьются. И дождик вот уже начал накрапывать. Дождик накрапывает. Еще раз бросим взгляд на старинную Анапу. Очень красиво, конечно, смотрятся вот эти белые колонны, фронтон. И голые деревья. Ну, вот в этом что-то есть. Был бы я художник, ну, в общем-то, я художник и есть. Вот. Сейчас бы я тут сейчас поставил бы мольберт и начал вот рисовать. У меня есть рисунки. И картины, маслом даже я писал. Просто времени на все не хватает. А так хочется вот что-нибудь посидеть. Помазать краской по холсту. КОНЕЦ И главное, пустынно, тихо. В такую погоду люди, выглянув в окно, предпочитают оставаться в теплых квартирах за чашкой кофе или чая. А я, когда оказываюсь в такую погоду на улице, я всегда радуюсь, потому что думаю, ну, конечно бы, если бы мне не надо было по надобности куда-то идти, по необходимости, я бы дома так сидел. Но выйдя на улицу, то, конечно, душа радуется, и я люблю бывать в такую погоду на улице, на прогулке. Вот храм Ануфрия Великого, тоже видны его купола, красиво светятся. Копеек продают. Ветер, да, ветер ожидается сильный, и, конечно же, ветер он потом сдует остатки листьев. Но сейчас вот еще можно полюбоваться на березу. Там виднеется жилищный комплекс, печально известный колоннадо. Рабочие меняют рекламу, баннеры новые натягивают. Аттракционы, естественно, не работают. Да и вообще их надо убирать отсюда, вот по моему мнению, надо убирать. Ничего им здесь находиться. Тут должна быть зона отдыха, зона тишины и летом, и зимой. Ну вот отсюда открывается вид на пляж. Утки, вот ныряют, прямо видно, как они ныряют. Чайки летают, утки ныряют. Да, у берега волна тоже, прибой. Народу гуляющего почти нет. Вот всех видно наперечет. Раз, два, три. Три-четыре человека в поле видимости. А летом, да, летом здесь, конечно, тысячи. Санкт-Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Дата! 1900! То есть это здание дореволюционное пережило и революции, и войны. Продолжение следует... Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!